Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок! С вами Юлия Кондратенок, кандидат сельскохозяйственных наук. И сегодня мы с вами поговорим про обрезку и формировку сливы. Сливы и алычи. Дело в том, что у каждой культуры, даже у каждого сорта, в зависимости от его особенностей, могут быть и свои особенности в обрезке и формировке. Есть таковые и у алычи гибридный или крупноплодный. Наиболее оптимальной формой кроны для алычи и сливы является крона в форме чаши, то есть безлидерная. В таком случае растение получает максимум света. Плоды, которые формируются на ветках, наиболее освещены, согреты солнышком и формируется очень качественный урожай. Такая крона хорошо не только просвечивается, но и продувается, что не дает развиваться различным болезням, в частности гнилям. С чего нужно начать формировку и обрезку любого дерева? С устранения дефекта. Что чаще всего встречается? Чаще всего встречается, например, стволовая либо пневая поросль. В саду на деревьях она недопустима. Такие волчковые мощные побеги, которые идут от корня, либо начинаются на стволе ниже места закладки скелетных ветвей, должны быть удалены. Удаляем их мы всегда на кольцо. Что это значит? Внимательно присмотритесь, пожалуйста, вот сюда. Вы видите, в месте отхождения ветки небольшой наплыв коры. Вот он. Это и есть то самое кольцо. Срез мы должны проводить только по внешнему краю кольца. Не по тому, который прилегает к стволу. Не по середине его, а именно по краю. Почему? Дело в том, что в этом вот наплыве коры сконцентрировано большое количество активно делящихся клеток. И если срез сделан правильно, то он заживает очень быстро. Не образуется ни язв, ни дупел, никаких проблем. Также нежелательно оставлять пеньки. Ведь пенек – это открытая ворота для любой инфекции. Поэтому удаляем все по внешний уровень кольца, то есть на кольцо. Вырезаем срезы после вырезки. Обязательно замазываем садовым варом, бальзамом, либо садовой краской. Многие спрашивают, нужно ли замазывать абсолютно все срезы. Нет. Ведь если мы будем замазывать даже мельчайшие срезы, вот как здесь, у нас просто не хватит времени на это. И потом, вероятность заражения такого среза весьма ничтожна по сравнению с заражением большого. Более того, заражение этого среза, оно не несет серьезной угрозы для здоровья растения. Но если заболевание проникнет в ствол, либо в скелетную дверь, мы можем потерять ее, либо потерять все дерево, если не предпримем соответствующих мер по защите. Итак, мы удаляем. Для этого нам понадобится хороший, мощный сучкорез, потому что древесина у плодовых довольно-таки жесткая, прочная. И усилие придется переложить хорошее. На данном деревце крона заложена очень низко, но это допускается. И сейчас, после того, как мы удалили поросль, мы начинаем удалять другие дефекты. В частности, удаляем все, что перекрещивается, трется, либо растет вовнутрь. Эта мощная прошлогодняя веточка перекрещивается даже не с одной, а с двумя хорошими ветками второго порядка. Вырезаем ее тоже на кольцо. На кольцо вырезаем. Вот перекрест, обратите внимание. Мы ее укорачиваем. Следующий прием обрезки косточковых, в частности, алычи – это укорачивание. За один вегетационный сезон алыча может дать прирост до двух и более метров. И на каждом узле будут заложены цветковые пучки. Выкормить всю зависть, которая здесь завяжется, растение просто физически не способно. Плоды будут многочисленные, но мелкие и невкусные. Поэтому наша задача – укоротить прирост. Таким образом, мы, во-первых, формируем крону, а во-вторых, нормируем нагрузку урожая. Количество плодов будет меньше, но качество их будет на порядок выше. Итак, как мы укорачиваем? Степень укорочения зависит от того, насколько большой прирост. Чем больше прирост, чем длиннее ветка, тем сильнее мы ее укорачиваем. Если растение дало прирост сантиметров 50-60, мы можем укоротить его на одну треть. Если больше 60, то до метра наполовину. Если более метра, то мы укорачиваем на три четверти. При этом срез делаем на почку, которая идет наружу от куста. Срез делаем над почечкой слегка наискосок, не оставляя пеньков, но и не задевая почку. Главная наша задача в процессе укорачивания и удаления ненужных веток – это раскрыть центр кроны. Если бы здесь был проводник, его можно было бы удалить. Либо если бы были ветки, загущающие центр, их следовало бы либо вырезать, либо значительно укоротить с переводом на ветку, идущую наружу, либо на наружную почку. Вот как в этом случае. Здесь эту веточку мы немножко укоротили, и в принципе крона открыта полностью. Здесь мы видим ветку, которая идет на перекрест. Но еще полностью не легла. Поэтому мы ее укорачиваем с переводом на почку, идущую наружу. Вот так. Кстати, если мы закладываем такую низкую крону, не нужно допускать, чтобы ветки росли вниз, наклонялись, свисали. Их мы тоже будем либо вырезать, либо укорачивать с переводом на почку, растущую уже вверх. Чтобы ветки, которые из них растут, не мешали уходу за растениями. Более того, когда мы проводим укорачивание побегов, таким образом мы стимулируем ветвление наших веток, и соответственно будем увеличивать урожай. Желательно, чтобы укорачиваемые ветки все были приблизительно на одном уровне. Ведь если хотя бы одна будет значительно выше других, она возьмет на себя роль лидера и начнет перетягивать на себя основное питание. Поэтому укорачиваем их приблизительно на один уровень. Благодаря этому, кстати, и крона выглядит намного аккуратнее, компактнее и приятнее глазу. Итак, эту молодую алычу мы обрезали, помогли ей немножко сформировкой, убрали ненужную поросль. Теперь нам остается только замазать крупные срезы на стволе. Крупные срезы веток, которые мы сделали. Кстати, срезы по сечению меньше сантиметра допускаются не замазывать. И, естественно, обработать наши деревья от болезней и вредителей, которые в это время активно распространяются по саду. На этом у меня все. Прответания вам и вашему саду! С вами была Юлия Кондратенок. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok